Работы Говарда Филлипса Лавкрафта по какой-то причине долгое время не удостаивались своего игрового воплощения. В конце 90-х были какие-то игры, но говорить о них как о чем-то серьезном немного странно, особенно сейчас, когда индустрия сделала просто громадный шаг вперед. В 2005 году вышла игровая адаптация, очень атмосферная, но не очень ровная в техническом плане и в плане игровом. Тем не менее, она надежно заняла достойное место в нашей памяти. Однако на этом все. Были какие-то игры, якобы по мотивам повести Лавкрафта разной степени достоверности. В том смысле, что в большинстве случаев Лавкрафта тут выставляли на щит в качестве приманки, а сами же авторы или их маркетологи вообще не понимали, в чем же суть повести Лавкрафта. Она, знаете ли, не только в страшных и непонятных существах. Это как раз у каждого третьего писателя в жанре хоррора имеется, не говоря уж об играх. И что еще оставалось? Настолки? Это, конечно, хорошо, но хочется еще и новой игры, основанной на новых, знаете ли, технологиях. Потому что надоело довольствоваться древней игрой. Желательно, чтобы она взяла все лучшее из проекта 2005 года, атмосферу, погружение и избежало ее ошибок. Ну, то есть, чтобы она была как минимум доделанной и проходимой. И вот спустя аж 13 лет, забавное число, да, в 2018 году наконец-таки увидела свет игра Зов Ктулху. На этот раз без приставки, просто Колуф Ктулху. До своего с ней ознакомления я много о ней слышал, но слышал в довольно странном ключе. Люди говорили, что игра так себе, что им не понравилось, что старое было лучшее. Вот с этого, пожалуй, начну рассказ об игре, потому что у нее есть такая, знаете ли, проблема. Проблема маркетинга. Неизбежная проблема. Давайте будем честны, произведения Лавкрафта читали не все. Далеко не все, и даже не все из тех, кто говорят, что читали. А игра 2005 года, это не в последнюю очередь еще и ностальгия. Но проблема даже не в этом. Вот вы играете в игру 2005 года, и что увидите? Вот смотрите, вот вам Дагон, вот он, значит, Гидра. Ктулху в игре нет, но вот вам куча его статуй, вот вам выкрики культистов. А я Ктулху или Ктулху в Таган. Мало крутых лавкрафтовских существ? Пожалуйста, вот вам Шогат. Видали, а? Шогат. А вот вам полипообразные твари под базальтовыми люками. Еще хотите? Вот вам Расаид. А для тех, кто еще и книги читал, вот вам повторение сцены оттуда, одна в одну. А вот вам знакомые имена. Семейство Марши, Задекалин. И пусть он не в своем книжном обличии, и пусть Дагона и Гидру мы вообще убиваем по ходу игры, что лютейшая ересь. Но все же, вот он, Лавкрафт. Узнаваемые элементы. Мы понимаем, почему игра называется Зов Ктулху, потому что ассоциируемые с Ктулху названия тут встречаются повсюду. А теперь смотрите на игру 2018 года. Она называется Зов Ктулху. Но Ктулху в игре нет. Сейчас хочу заострить ваше внимание. Ребят, Ктулху в игре нет. Совсем нет. Существо, о котором идет речь в игре, не Ктулху. Какого хрена все повально говорят о Ктулху здесь? От игроков до обзорщиков. Создается впечатление, что люди либо вообще не читали Лавкрафта, либо им вовсе плевать. Ну, оно и понятно. Написано же в названии Зов Ктулху. А мы слышим голоса в голове, значит, зовущий нас голос. Это голос Ктулху. Эхей, пять баллов. Я бы рассказал подробнее, но это приведет к спойлерам. Так вот, Ктулху в игре нет. Пагона в игре тоже нет. Гидры нет. Шоготов нет. Узнаваемых существ напрямую тоже нет. То есть того, что плавает в интернете на поверхности, что можно узнать и связать с Лавкрафтом, не читая книги, здесь всего этого нет. А что есть? Вот вам упоминание кучи моментов из книг того же Азатота, Зедека Алина, молитвы Ктулху, Некрономика, но еще целая гора отсылок для людей с памятью получше моей. То есть эта игра как никакая заслуживает приставки по мотивам. Это действительно игра именно по мотивам произведения Лавкрафта, когда берется его мир, соблюдаются правила этого мира. То есть мы не расстреливаем догоны из пушки. Игра именно аккуратно, в отличие от пришественницы, подходит к правилам мира. Местами есть странности, но их не может не быть вообще. Вспомните произведения Лавкрафта. Нас пугали не только описанием тварей, но и не в последнюю очередь нагнетанием атмосферы предрешенности и бессмысленности нашего сопротивления. Неподвластности снов тем, кто их видит, постепенным разрушением психики персонажей. И игра справилась с этим потрясающе. Учитывая тем более то, что атмосферно и дизайнерски она превзошла игру 2005 года. Да, вы не ослышались. Не обязательно делать нападение рыболюдей на Уранию, чтобы нагнать Лавкрафтащины. Достаточно просто создать тягучую атмосферу ужаса, неизвестного ужаса, по сравнению с которым все человечество – это недостойная пылинка в куче праха. А все твои знания о реальном мире настолько ограничены, что ты даже представить себе не можешь. Не обязательно показывать монстра, можно просто дать тебе понять, что они вокруг, повсюду и нигде одновременно. Начинается игра опять же детективного агентства. Замечу, эта игра никак не связана напрямую с прошлой игрой. Но она и не должна. Все эти события вполне могут происходить одновременно, тем более учитывая даты. На дворе 1924 год. Эдвард Пирс вернулся с войны и получил там психологическую травму. В бою он потерял большую часть товарищей по отряду, и оставшиеся держали несколько дней оборону посреди трупов сослуживцев. Так что Эдвард принимает снотворное, без которого не может заснуть. А также мучается от кошмаров, в которых он видит непонятные вещи. С кошмара игра и начинается, к слову. А позже выясняется, что Пирс устроился частым сыщиком. Правда, агентство его подгоняет. Мол, устроился, так давай расследуй, а не то выгоним. Но он ищет именно интересные дела, а не абы что. И такое сразу же подворачивается. Богатый человек заглядывает к Эдварду, чтобы нанять его для расследования гибели его дочери со всей семьей. Некоторое время назад они все сгорели заживо в своем особняке, и в поджоге как раз таки мать семейства обвинили. Так как она уже наблюдалась ранее в психлечебнице. Но ее отец с этим не согласен и настаивает, чтобы Пирс взялся за распутывание клубка непонятных моментов. Согласившись, наш протагонист направляется в поселение Дарк Вотер, или же Темноводье. И уже очутившись в Темноводье, ты понимаешь, что атмосфера лавкрафтовщины удалась на славу. Да, с первых кадров. Темноводье – это полусгнившее поселение. Обнищалая. Убогость, разложение, безысходность тут хлещет из каждой щели. И помогает в этом в первую очередь, как обычно, дизайна музыка. О музыке хочу в этот раз сказать не в конце. Я боялся, что в этот раз у композитора не получилось передать дух происходящего. И действительно, композиции вышли иными, нежели в прошлой игре. Никто не пытался повторить тяжелую ударную музыку и звуковой ряд из 2005 года. Вместо этого была написана более спокойная, но оттого не менее жуткая и гнетущая музыка. И это понятно уже с главного меню. Если музыку игры 2005 года можно назвать резкой и ударной, то в игре 2018 года она будто бы шепчущая по большей части. И она прекрасно подходит этой игре. Она дополняет ее настолько, что ты понимаешь, ни к какой другой игре подобного жанра она бы не подошла. Ты буквально слышишь за ней в сети ужасы архемских мифов. Звуковой ряд также не подкачал, он сделан без нареканий качественно. Шум воды, ветра, да и вообще всего окружения сделан просто на высоте. Некоторые звуки, например, звук ходьбы по металлической поверхности, взяты из прошлой игры, что тоже в каком-то смысле даст фанату дополнительное погружение и воспоминания. Но одной музыкой, понятное дело, сыт не будешь. Дизайн. Вот что сделано просто шикарно. Опять же, он отличается от дизайна темных уголков земли, но уже не так разительно, как саундтрек. Здесь главенствует все та же стилистика разрухи. Стилистика, в принципе, самого Лавкрафта. Рыбацкая деревня, где все в буквальном смысле гниет и разлагается. Прекрасные руины особняка Хокингсов, красивый и грустный днем при свете солнца и ужасные таинственные ночью. Острова и рифы, психлечебница, куда уж без нее в игре по Лавкрафту. Другие локации, все выполнено великолепно. Проработана каждая мелочь, каждая книга на полочке, каждая валяющаяся под ногами грязная тряпка. Видно, что проделана громадная работа. Этим можно объяснить некий бэктрекинг, который тут присутствует в небольшой дозе. Сюжет сюжетом, но проработать таким образом у нороства локаций это дико сложная работа, пусть они даже и довольно небольшие. К слову, это действительно так, они правда маленькие. Да и в принципе их не так уж много, но я скажу так, их достаточно. Да и возвращаясь, мы увидим, что старые места выглядят теперь немного по-новому. Также в игре применен зернистый графический фильтр, что было и в прошлой игре, с которой я нынешние буду постоянно сравнивать по понятной причине. Фильтр и небольшая размытость текстур положительно влияют на атмосферу и заодно, как картина в доме дяди Фёдора, закрывают дырку в обоих. В данном случае довольно посредственной с технической точки зрения графику. Она на приемлемом уровне, особенно если ты недавно играл версию 2005 года, но на момент 2018 года можно было бы и получше расстараться. Видно, что текстурки довольно низкого разрешения, ни о каком 4К даже речи не идёт, там дай бог 1080. Анимация неплохая в целом, но местами удивляет. Например, персонажи движутся как в Скайриме, особенно женщины, с растопырными такими руками, как будто на них лата надеты. Не хватает некой естественности. К счастью, на подобное обращаешь внимание, наверное, только тогда, когда, как я именно, ищешь, до чего буду копаться. А если вам не нужно делать анализ игры, а просто играть в своё удовольствие, то вы, скорее всего, счастливый человек. Вот, и на всё это даже внимания не обратите. Ну а текстуры? Что текстуры? Не графика делает игру. Хотя, соглашусь, с ней было бы чуточку лучше. Вот, сравнительно недавно, в конце 19-го года, вышла также игра по Терминатору. И они с новым Зоом Ктулху похожи. Обе вселенные долго ждали достойного игроплощения, обе вселенные очень интересны, обе игры получились атмосферными с погружением на все 100%. Только у Терминатора графически это вышло заметно лучше. Что, разумеется, не умаляет достижения Зоома Ктулху. Кстати, чем эти игры ещё похожи, это тяга к экспериментальным геймплейным решениям. Правильно характеризовать жанр игры можно так. Это хоррор-адвенчура с ролевыми элементами. Не экшен, не РПГ. Именно адвенчура. Приключения, через которые проходит наш персонаж. Начнём с ролевой системы. Уже в начале игры ему, то бишь нам, звонит из главного офиса некая секретарша и говорит, мол, карточку мы ваш того потеряли. Не могли бы вы нам заново о себе рассказать? Это понимаешь, что такой ролевой элемент. По завершению заданий и этапов мы будем получать очки, которые можно вложить в характеристики. Нечто подобное было в Dark Messiah of Life and Magic, но там были ещё дополнительные задания. Здесь же задание одно, поэтому можно сказать, что очки просто даются за совершение сюжетных действий. Так вот, распределяются эти очки по нескольким характеристикам. Сила, красноречие, поиск, прям классическая РПГ какая-то, но нет. Психология, медицина, оккультизм и центральное расследование. Каждое вложенное очко прибавляет по несколько процентов в шкале, поделённое на пять званий. Любитель, мастер, ну и в таком духе. По идее, каждый этот элемент в разных моментах может сыграть свою роль. И это действительно так. Вот, например, сила. Драк тут в привычном виде нет, но, скажем, взаимодействовать с каким-нибудь механизмом поможет именно этот параметр. И совсем не обязательно, что нужно иметь силу, чтобы, скажем, повернуть вентиль на трубе. Например, при поворачивании Эдвард может заметить, что вот тут механизм слабый и может сломаться, поэтому поворачивать нужно аккуратно. А при неразвитой силе механизм просто сломается, и этот путь будет закрыт. Также сила влияет на наглые реплики в диалогах. Таки да, тут есть диалоговая система в точности, скопированная с Mass Effect. Круговой выбор с возможностью выбрать пункт, отвечающий ещё и за ваши навыки. Об этом чуть позже. И вот, если нужно кого-то припугнуть, то сила будет кстати. Красноречие — это как раз про те самые диалоги. Разговоры, обыденность в этой игре, и выторговать для себя выгодные условия ведения этого самого диалога — это полезный навык. Поиск — это возможность находить скрытые предметы. Те предметы, что нужны для сюжета, мы найдём в любом случае, но дополнительные просто останутся неактивными. То есть мы будем видеть, например, лист из блокнота, который валяется на столе. Визуально он не исчезнет. Но чтобы понять, что именно он может пролить свет на события и дать даже дополнительные строчки в диалогах, нужно быть внимательным сыщиком. В психологии — это возможность лучше понять характер персонажа, и благодаря этому чётче видеть картину произошедшего. Ну и также надавить на это в диалоге, если есть такая возможность. А она будет и довольно часто. Расследование — это главная характеристика. Она поможет найти больше улик, опять же, раскроет больше подробностей происходящего, а также повлияет на возможность взламывать замки. Её лучше качать сразу, ибо замков будет много, прям очень много. А вскрывать их очень полезно. Последние две характеристики — это медицинный оккультизм. Их особенность в том, что они непрофильные. Эдвард Пирс — частный сыщик и бывший военный, а не врач и не учёный, в отличие от Джека Уолтерса, шесть лет посвятившего себя оккультизму. Вложившись в этот параметр на старте, мы не сможем повышать его очками, но зато в этом помогут книги по медицине и по оккультизму. Их будет в достатке, но не целая гора, так что если хотите стать мастерами этих наук, позаботьтесь об этом на старте. Отвечают они и понятно за что. От чего умер этот человек, или что там за символы на клинке, нам раскроют именно данные познания. Иногда данная система начинает казаться рудиментарной, однако это не так. В игре действительно немало моментов, где эти навыки можно использовать. Просто, наверное, хотелось бы больше. Вы заметили, что в данной системе не хватает скрытности? Как-то не верится, что игра по лавкрафту и без шныряний по углам от страшных созданий. Правильно не верится, скрытность в этой игре есть. Джек Уолтерс орудовал целым набором оружия. Если использование ножа и пистолета можно было объяснить обычным обучением частного сыщика или там, скажем, полицейского, то двустволка, автомат, винтовка на профессиональном уровне это, знаете ли, перебор. В новой игре уклон в другую сторону. Оружия нет. То есть по факту оно есть, но мы его не используем по понятным из контекста происходящего причинам. Однако пострелять нам дадут раз за игру. Впрочем, боезапас ограничен, от оставшихся в живых все равно придется прятаться. И тут опять же с ужасом вспоминается прошлая игра. В этот раз слово ужас в кавычках. Помните, какой там был кривой стелс? После нескольких прохождений становилось понятно, что стелса там в принципе нет. Просто противникам дана скриптовая команда не видеть вас в определенных точках карты ни при каких условиях. И потому, если вы не встанете с корточек и не начнете буквально отплясывать прямо на глазах у культистов, то вас никогда не заметят, если это по игре, так сказать, не положено. А если все же вас вдруг засекли каким-то образом, то сбегаются гении, с двух шагов по врагу попасть не способные. Теперь все иначе. Стелс-система основана на классической механике. Если ты за укрытием, тебя не видно. Если еще и в темноте, то еще больше не видно. Из-за укрытий можно выглядывать, чтобы разведать обстановку. Однако этот момент сделан через жопу. Мало того, что на клавиатуре это сделано неудобно, то есть ты вроде зажал нужную кнопку, а он все равно не выглядывает, а просто выходит и тебя ловит. То есть срабатывает выглядывание почему-то не везде. Так еще если ты выглянул, тебя не видят. То есть ладно, если ты высунул кончик носа и тебя не заметили издали, это логично. Но когда персонаж в пяти метрах от тебя с лампой, а ты высунулся чуть ли не по пояс, ничего не знаю, технически ты все еще скрывшись за углом, так что мы тебя не видим. Воруй. И еще один момент. При выглядывании за углом на мгновение видно, как подгружаются модели и текстуры, заполняя серое пространство карты. Не то чтобы это портит впечатление, но неужели эту особенность не прикрыли патчами? А еще лучше, не выявили на стадии бета-теста. Чем их тестер вообще занимается? Если пирс попался, то его шнырянием конец. Здравствуй, загрузка чекпоинта. Сохранение, кстати, одно, откатиться нельзя. То есть никто не будет подбегать и пытаться палить в тебя. Тебя либо схватят, либо сразу разорвут на куски, если речь идет о нелюдях. Либо же ты убежишь, и такое тоже можно, хотя и довольно непросто. Впрочем, не обязательно сидеть за углом. Тут все опять же понятно. Сел на карты и перестал издавать звук. Дальше семени за спиной противника. Главное, очень близко не подходи. Широким боковым зрением здесь никто не страдает. Кошачьими глазами люди тоже не наделены. Так что скрываться довольно просто и интересно. Для этого также предусмотрены специальные стелс-шкафы. В них можно спрятаться, и тебя гарантированно никто в нем не увидит. Ну, за исключением случаев, когда ты спрятался прямо на глазах у противника. Там, конечно, да, тебе вытряхнут и расскажут, что так делать не надо. Из них можно наблюдать ситуацию, однако, пребывая в замкнутом пространстве, в темноте о себе дают знать психологические травмы Эдварда Пирса. Да, в дневнике, помимо интересно сделанных записей, голосария, списка улик и сборника всех найденных фактов, есть также раздел с психологическими травмами. Стартуем мы с классической поствоенной травмой, и по ходу игры, иногда по сюжету, а иногда по собственному почину, мы обретаем новые. Скажем, изобрели мы нечаянно в комнату с распотрошенными трупами. Все, теперь это отразится на психике. Встретили непонятную страшную тварь, которой не должно существовать, получаете новое потрясение. И чем больше потрясений, тем сильнее нас потряхивает. Сидя в шкафу, Пирс понемногу начинает тяжелее дышать, учащается сердцебиение, сужается поле зрения, темнеет в глазах. Чем больше психотравм, тем сильнее это проявляется. Доходит до того, что, сидя в шкафу, он не может сдержать уже чуть ли не крик. Однако, хоть атмосферно это сделано прекрасно, геймплейно, кроме сужения поля зрения и затемнения, не подкреплено вообще никак. То есть, ты хоть ори во всю глотку, враг тебя в шкафу не услышит. Думаю, это серьезное упущение, можно было бы создать условие, чтобы нельзя было долго сидеть в одном укрытии, ибо крик и психоз раскрыли бы тебя. Правда, не факт, что тогда бы некоторые моменты стали бы вообще проходимыми, как, например, момент в галерее, будь он не ладен. Однако, не только дыхание и сердцебиение, а также записи в журнале дают понятие состояния главного персонажа. В игре шикарная озвучка, без преувеличений шикарная. Локализации нет, но, вспоминая все эти меметичные, не открывается, не поддается. Ты понимаешь, что лучше уж без нее, чем вот так. Главный персонаж здесь озвучен вообще прекрасно. И чем больше страдает его психика, а она только и делает, что страдает, тем больше начинает меняться озвучка. Меняются и диалоги. Как я уже говорил, мы можем выбирать, помимо обычных ответов, те, которые у нас развиты. Но на диалоги влияет еще и психика. После определенного момента мы заметим, что некоторые фразы написаны на языке рельеха. Или рельеха, в зависимости от произношения. Кстати, некоторые ответы в особо напряженных ситуациях приходится убирать быстро. Еще одна неотъемлемая сторона игры – это расследование. Мы ищем улики, основываясь на наших навыках. Высокий поиск поможет найти больше таких вот улик, как и навык расследования. Пытаемся сопоставить эти самые улики. При входе в локацию иногда будет загораться знак вопроса. Это значит, что тут найдены еще не все нужные элементы, важные по сюжету. Найдя нужную информацию, мы в некоторых специально отведенных для этого местах можем попытаться воспроизвести ситуацию. Этот момент чем-то напоминает подобный элемент из «Бэтмен Аркхам Найт», когда мы визуализируем произошедшее. Прелесть здесь в том, что визуализируем мы ее, основываясь, как я понял, на наших же знаниях. Я не уверен в этом до конца, но, например, я не раз сталкивался с ситуациями, когда, применив ту же психологию или навык расследования, мы меняли картину произошедшего, отчего-то остановилась понятнее и реалистичнее. Ну, то есть, основываясь на той же психологии, мы можем понять, как бы действовал тот или иной персонаж в этой ситуации. Например, что он бы не стал прятаться, а наоборот, напал. Вот такие вот в игре есть моменты, и это очень способствует погружению. Опять же, полученные данные влияют и на последующие диалоги со связанными с этими событиями и персонажами, и в целом довольно часто на концовку, которых в игре аж четыре, плюс ничего не значащее в глобальном плане вариации. Вообще, совершив то или иное серьезное действие, мы заметим надпись в углу экрана «Это повлияет на вашу судьбу». Если честно, совместно со всеми элементами игры это выглядит довольно-таки пугающе. Прямо как надпись из Моровинда о том, что мы сами создали для себя такой мир. Только это действительно пугает. Да. Кажется, была такая игра по вселенной Borderlands, где такая надпись встречалась на каждом шагу, а в конце не значила вообще ничего. Нет, это не масс-эффект. Шутка для понимающих. Тут немного похожая картина. Надпись появляется часто, а концовки всего четыре. Вся суть именно в том, что две из них доступны всегда, а еще две только при определенном наборе действий. Но сами по себе эти действия не влияют на сюжет вообще никак. То есть, если вы не убили, а спасли какого-нибудь персонажа, он не появится в конце, его не покажут в финальной заставке. Это просто момент выбора. Прямо как в жизни, когда ты почти никогда не знаешь, к чему привели твои действия. Поэтому прямо так уж всерьез воспринимать эту надпись не стоит. И еще один элемент, о котором также стоит упомянуть, это лампа. И удивительно, что добрая половина игры, если не большая, будет происходить в темноте. Интересность в том, что мы не можем найти улики на ощупь. Даже если мы найдем кнопку взаимодействия, чтобы использовать эту возможность, нужно будет зажечь свет, что не всегда безопасно, если рядом стоят враги. Для этого у Эдварда Пирса в кармане всегда есть его армейская зажигалка с бесконечным газом. Правда, раз в несколько минут он будет обжигаться об нее и гасить на несколько секунд. Светит она, понятное дело, слабо. А есть керосиновая лампа. Фонаря с USB-зарядником в 1924 году еще не придумали, поэтому керосиновая лампа. Светит мощно. Можно даже поддать газку, чтобы озарить светом все вокруг и иногда даже отогнать какую-нибудь опасную тварь. Да только вот керосин эта лампа жрет как не в себя. По идее, на каждом уровне есть возможность бесконечно его восполнять в определенных точках, но по факту их еще нужно найти. И если честно, геймплей на это обусловлено лишь в двух моментах ближе к концу игры, когда за зарядом лампы и правда нужно следить. В остальных же местах этот момент просто кажется лишним. Да, так реалистичнее, но не игре с кричащим мышка по сыщикам об этом говорить. Однако, сама по себе идея очень даже интересная, хотя не новая. И самое главное, игра со светотенями в Зобе Ктулху сделана шикарно, особенно с такой зеленоватой палитрой. Что ж, по большей части это все. В игре Муной также найден стеб над прошлым Зоб Ктулху, который выражается в сценах побега и срушающейся пещеры от камней. Хотя, возможно, это только я вижу в этом всем стеб. Про минусы игры сказать тоже особо нечего. Кроме перечисленных, их не так уж и много. Например, при активации света всегда сперва убирается лампа, даже если она без керосина. Очень много одинаковых моделек-статистов. Да, сделаны они аутентично, но лиц можно было бы нарисовать и побольше. Ну и местами я наблюдал на своем далеко не слабом компьютере просадки 60 до 40-35 кадров при взгляде вдаль. Вдаль, как вы понимаете, в рамках данной игры это в порту, оглядывая всю карту. Чему там тормозить с такой-то графикой, непонятно. В остальном же сплошные плюсы. В отличие от прошлой игры, новый Зоб Ктулху хоть и так же пускается в эксперименты с разными игровыми механиками, появляющимися на один уровень, типа стрельбы, пряток от твари, но эти механики все же здесь хотя бы работают. Пусть не везде гладко, но ты, по крайней мере, понимаешь, по какой схеме они работают. И багов по минимуму. А кроме кривых механик и багов у прошлой и минусов, как и таковых, не было. В своих плюсах они похожи. Отличные дизайны, музыка, невероятно затягивающая атмосфера, интересный сюжет по мотивам произведения Лавкрафта. Я даже повторюсь, на мой взгляд, новая игра во всем этом превзошла предыдущую. Да, пусть мне нет догона, гидры и Ктулху с шокотами и прочими оксототами и шабнегуратами, но дух мифа здесь передан великолепно. Дело понятно, избалованные гораздо более качественными в техническом или графическом исполнении хоррорами, игроки могут воспринять Зов Ктулху как нечто недостойное внимания. Однако, истинному ценителю произведений Говарда Филлипса она, я почему-то в этом уверен, придется по вкусу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok